ДИАЛОГ 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 И нужно каким-то образом на это реагировать. И вот любопытным был очень один вопрос на пресс-конференции министра иностранных дел КНР Ваны. Вопрос достаточно острый о том, не является ли, например, создание Азиатского банка инфраструктурных инвестиций или, допустим, китайской инициативы «Один пояс, один путь» попыткой устроить передел в мире, изменить миропорядок существующий. Не получится ли так, что в перспективе КНР окажется в прямом противостоянии со странами Запада или, может быть, Соединенными Штатами Америки? На что Ваны ответил. В Китае все-таки придерживается всех правил и устава ООН. И более того, в прошлом году КНР вступила в Европейский банк реконструкции и развития. Более того, юань был объявлен резервной валютой корзины МВФ. То есть, так или иначе, в существующий миропорядок КНР вступает без желания что-то изменить в нем. А открытие, например, Азиатского банка инфраструктурных инвестиций – это необходимая мера, потому что есть какие-то проекты, на которые, например, у Всемирного банка нет средств для того, чтобы поддержать эти проекты и полностью их реализовать. И вообще надо отметить, что когда речь идет о внешней политике, то в первую очередь заходит разговор о том, какие экономические соглашения СНР в результате очередного визита главы КНР в ту или иную страну. А на самом деле международную деятельность председатель КНР развернул очень большую. И, например, в прошлом 2015 году Си Цзиньпин побывал в 14-ти, снял участие в 9-ти международных форумах и конференциях. И всякий раз принимались какие-то решения с учетом позиции Китая. Позиция Китая всегда была услышана. Кстати, вот если посмотреть, какие страны посетил председатель КНР, то это очень важные страны. Это и Соединенные Штаты Америки, это и Великобритания, это страны Персидского залива, это Иран. Причем эту Исламскую республику Си Цзиньпин посетил в тот самый момент, буквально спустя несколько дней, когда эта страна вышла из международной изоляции. И, кстати, сам факт того, что с этой страны, с Тегерана были сняты санкции, это тоже во многом заслуга китайской дипломатии. Потому что министр иностранных дел КНР Ваны принимал участие в том самом заседании в Вене, на котором в прошлом летом было принято соглашение, реализация которого и позволила, собственно, снять санкции с Ирана. И вот эта победа мировой дипломатии, это как раз доказательство правильности политики китайской дипломатии, которая считает, что путем переговоров можно решить даже такие сложные вопросы, которые казались неразрешимыми, как, например, ядерные проблемы Ирана. И всякий раз, когда заходит вопрос о том, что делать с тем или иным международным конфликтом, всегда позиция Пекина – это в первую очередь попытаться договориться, а во вторую очередь уже пытаться использовать какие-то другие рычаги типа санкций. И, конечно, я думаю, в этом китайской дипломатии помогает опыт 5000-летней истории, когда действительно можно ждать, набраться терпения и все равно необходимо решение вопроса или какой-то проблемы все равно найдется и будет как бы все-таки ситуация урегулирована в том или ином конфликтном вопросе. Ну вот если говорить конкретно, то один из ближайших соседей Китая – это Россия. И вот в ходе пресс-конференции Иваны заявил, что взаимоотношения Китая и России являются зрелыми и стабильными и вполне могут выдержать любые испытания. И вот сейчас как раз эти отношения и проходят такие испытания. Это кризисные на мировом рынке и дешевый российский рубль. Вот на Ваш взгляд, как Китай и Россия справляются с этими проблемами? Ну, во-первых, хочется напомнить, что Китай и Россия – это те страны, которые имеют самую протяженную границу. И просто самой историей, самим географическим положением эти две страны обречены не только на мирное существование, но и на сотрудничество взаимовыгодное. И вот Ван Иваны на пресс-конференции напомнил, что в 2015 году оба лидера, и Владимир Путин, и Си Цзиньпин пять раз встречались в разной обстановке. Это были и встречи в Москве и Пекине во время торжеств по случаю победы во Второй мировой войне. Это встречи на разных саммитах, в частности, в Уфе, на саммитах Шосс и Брикс. И всякий раз эти встречи заканчивались каким-то принятием соглашения. В частности, например, майская встреча в Москве закончилась соглашением о строительстве очень важной для России высокоскоростной железной дороги из Москвы в Казань. Ну и на этой пресс-конференции, в частности, несмотря на непростую финансовую ситуацию, экономическую, в которой оказались и Россия, и замедление экономических ростов в Китае, все-таки продолжается строительство, например, восточного газопровода, о чем, собственно, на этой пресс-конференции Ван Иваны и рассказал. Так что в любом случае понятно, что и попытки найти пути сопряжения, китайской инициативы «Один пояс, один путь» и Евразийского экономического союза, это все как раз попытки совместного решения тех проблем, с которыми столкнулось международное сообщество, в частности, Китай и Россия. Вот вы уже упоминали США, и, кстати, на пресс-конференции Иваны также не мог не затронуть эту тему, и он отметил, что Пекин и Вашингтон должны прямо взглянуть в лицо существующим проблемам, решать кооперацию, стремиться превратить трение в сотрудничество. Вот, на ваш взгляд, в сегодняшних реалиях, насколько это выполнимо? Ну, во-первых, я хочу отметить, что США и Китай показывают всему миру, что при очень разных взглядах, например, на многие очень важные вопросы внешней политики, можно, оказывается, развивать и очень успешное экономическое сотрудничество. Все-таки обе страны являются мировыми экономиками номер один и номер два, и от того, как будут складываться отношения между этими двумя государствами, зависит не только жизнь китайского и американского народов, но и, в общем-то, ситуация во всем мире. И вот понятно, что экономические соглашения, которые сейчас заключаются, они находятся как бы в стороне, они способствуют совместному решению тех проблем, с которыми сталкиваются все страны. А вот, конечно, вот, знаете, и тут, раз речь зашла о трениях, под трениями подразумеваются такие недоразумения, как, в частности, вот буквально за несколько часов или за день до самой пресс-конференции стало известно, что, например, в США были введены заградительные пошлины против сталелитейных компаний Китая. Но это постоянно происходит. Да, это происходит постоянно. И это, ну, при этом, какова реакция Китайской народной республики? Понятно, что выдвинуто какие-то обвинения, но при этом Китай все-таки предлагает сначала разобраться, прежде чем как-то вводить какие-то ответные санкции, как это может, например, как это мы видим, такую практику некоторые страны осуществляют. А что касается вопроса внешней политики, то, конечно, это все-таки две страны, которые являются ключевыми игроками в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в таком очень важном регионе, в котором очень много проблем, и вот, в частности, это проблемы и на Корейском полуострове, и проблемы в Южно-Китайском море. И понятно, что здесь очень разная политика не только уговоров, но и давления со стороны США, и попытка все-таки уладить все мирным путем, которую проповедует Китайская народная республика. Подробнее хотелось бы поговорить про Южно-Китайское море, потому что ведь напрямую США не касается этот вопрос. Это территории, которые относятся к местным странам, скажем так. Но, тем не менее, США все равно, скажем так, вступает в некую конфронтацию с Китаем по этому вопросу. Вот, на ваш взгляд, как здесь будут решаться проблемы? Вы знаете, такое любопытное, там, вот, хочу обратить внимание на такой момент, вот, насколько, как бы, сама вот эта китайская дипломатия придерживается вот старых принципов, которых, которые уже немножко подзабыты многими руководителями внешнеполитических ведомств, которые уже не стесняются выражения, когда выражают свое мнение по тому или иному вопросу внешней политики. Но вот, если вы обратили внимание, то во время пресс-конференции Ваны, затрагивая вопрос Южно-Китайского моря, ни разу не упомянул Соединенные Штаты Америки. Всякий раз, когда вставал вопрос, а вопрос этот поднимался неоднократно журналистами, он все время говорил, что, наверное, ярлык милитаризации меньше всего подходит для Китая, а не Китаю, а скорее подходит какой-то другой стране, какая страна не упоминалась. А, возможно, за арбитражным судом, за участием в этом арбитражном суде, который инициировали Филиппины по вопросу об островах Саньша, как бы стоят какие-то другие силы. Хотя понятно, что имеются в виду Соединенные Штаты Америки, потому что всякий раз, когда Соединенные Штаты Америки оказывались около архипелага Наньша, либо авиационная, авиация американская, либо американские корабли, всякий раз Министерство иностранных дел выступало на эти провокации, так характеризуют китайские политики все эти действия США, всякий раз выступало максимум ноты протеста с призывом все-таки учитывать интересы Китая, потому что позиция по островам Саньша, и она, кстати, была снова подтверждена на пресс-конференции Ваны, такова, что острова эти все-таки были впервые открыты китайцами, они начали осваиваться китайцами, и то, что сейчас возник предмет для территориального спора, это следствие колониальной политики и последующей оккупации. Ну а что касается и Китайской Народной Республики, то, естественно, здесь позиция Пекина такова, что Китай выступает гарантом стабильности в этом регионе и готов сейчас работать, открыть две горячие линии, дипломатическую для урегулирования вопросов, которые возникают во время чрезвычайной ситуации, и спасательную линию, если вдруг необходимы будут какие-то поисково-спасательные операции в этом регионе. Ну и не менее важной темой в прошлом году, была, да и, наверное, останется и в этом году, это тема ядерной программы КНДР. И Иваны на пресс-конференции отметил, что санкции — это правильная мера, правильное решение. Вот на ваш взгляд, насколько реально разрешить этот вопрос путем переговоров и санкций? И насколько близки мы сейчас к этому решению? Или, наоборот, может быть, мы сейчас далеки, как никогда от этого? Ну, позиция КНР была основана, вот я сейчас опять апеллирую к этой пресс-конференции, к заявлениям министра иностранных дел КНР Ваны. Позиция Китая такова, что КНДР является другом для КНР, но поступаться принципами какими-то очень важными КНР не готова. Потому что главная позиция по этому вопросу, она была сформулирована давно, то, что корейский полуостров должен быть свободен от ядерного оружия. Ну, а учитывая, что Пхеньян в данном случае выступил виновником нынешней дестабилизации ситуации, то КНР выступила в поддержку резолюции Совбеза ООН с самыми жесткими за 20 лет санкциями. Но единственная как бы поправка Пекина была такая, все-таки эти санкции не должны касаться жизни простых людей, они не должны ухудшать их ситуацию, в которой они сейчас находятся. Более того, все-таки Пекин считает, что на самом деле действия давления на Пхеньян не приведут ни к чему хорошему, потому что, например, вот вы знаете, что чуть ли не ежедневно приходит известие о том, что либо запуск новых баллистических ракет Пхеньян осуществляет, либо грозит нанести превентивный ядерный удар по США. И, конечно, когда США пытается помочь своему южнокорейскому союзнику разместить систему ПРО на корейском полуострове, это, к сожалению, может привести, как и неоднократно говорилось в Пекине, к тому, что будет нарушен баланс сил в регионе. Спасибо, Артур, вам за ответ. К сожалению, время ограничено. Напомню, это была программа «Диалог» о внешней политике КНР. Мы беседовали с обозревателем нашего канала Артуром Валеевым. Спасибо за внимание и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова